Приветствую вас, и сразу хотел бы сказать, что ваш вопрос, он такой, довольно, знаете, довольно общий, то есть ответить на него так, чтобы вам при этом было полезно, будет довольно сложно. Дело в том, что тут вообще нужно много задавать дополнительных вопросов вам. Значит, сейчас вы встречаетесь с парнем, пишите вы. Соответственно, вопрос сразу, сколько времени вы встречаетесь с ним, да? Вот, значит, вот вы говорите, что чувствуется отношение в тупике. Какие вас связывают с ним чувства вообще? То есть, чего вы хотите с ним, да? Как вы хотите с ним взаимодействовать? Есть ли у вас прямую любовь? Есть ли у вас симпатия? Вот. На фоне чего, на фоне каких связей вы с ним познакомились? То есть, я имею в виду, что вас сближает, объединяет, да? Если вы встречаетесь раз в неделю, то, соответственно, получается, что для начала вам нужно просто сказать достаточно откровенно, что вы хотите видеться больше. То есть, здесь нужно, чтобы вы изъявили парню свое желание, чтобы он увидел, что вы хотите с ним взаимодействовать. Если он не видит, то ему, соответственно, кажется, что, например, вас все устраивает. Вот. Далее. Нужно, чтобы у вас был с ним, значит, что-то общее с ним. То есть, нужно, чтобы у вас было с этим мужчиной что-то общее, понимаете? Вот. Значит, нужно, чтобы вас больше объединялось. То есть, подумайте, что интересно ему могло бы быть. Что интересно ему и что, значит, вы могли бы из этого с ним разделить. Вот. Зайкните с ним о том, что вы, там, например, скажем, хотели бы, значит, что вы хотели бы, там, как-то вот, ну, заговорите о будущем, да, то есть, чего вы хотите от него и так далее. Намекните, что вот вы мечтаете, там, о чем, да, вы мечтаете, там, например, о, там, допустим, счастливой семье или, там, о браке или о чем-то более близком к нему, да. То есть, вот, такие моменты нужно обязательно попытаться определить. Вы можете ничего этого ему не говорить. Вы можете вообще ничего не высказывать, а просто можете сказать ему, что ничего не говорите, а просто вести себя, например, более холодно с ним. Чтобы он забеспокоился, чтобы он, например, почувствовал, что что-то не так между вами, что что-то вам не нравится. Вот. Понимаете, нужно, нужно понять, какой мужчина с вами вообще. Что это за мужчина с вами? Как бы, вот вы говорите, у меня образ таинственной красотки, роковой, с ним, это-то, может быть, и хорошо. А какой образ мужчины? Какой он? Чего вы от него хотите? Стать близкими людьми, значит, не стереть друг за друга ответственность. Попробуйте, в зависимости от того, что вам ближе, да, попробуйте заботиться о нем, попробуйте, там, делать для него что-то. Предложите ему, там, свою помощь, предложите ему, там, поддержку, предложите ему, там, например, что-то поделать у него дома, если вы встречаетесь. То есть, тут же вопрос, где вы встречаетесь, если у кого-то из вас своя жилплощадь или нет. Понимаете? И так далее. Вот. Далее. Вопрос заключается в том, что образ роковой и таинственной красотки – это хороший образ. Но это хороший образ на определенных этапах отношений. В вашем случае этот образ, скорее всего, уже не так актуален, как раньше. Не так актуален, как, ну, как ранее это могло бы быть. То есть вам вполне вероятно стоит выходить из образа роковой красотки, переходить из образа роковой красотки в образ, значит, например, женщины, которая, там, готова мужчину поддержать, готова, там, как-то его, значит, ну, поддерживать, помогать и так далее. То есть, вот, момент такой. Далее, следует вам самой определиться с тем, значит, что вы хотели бы для себя. То есть, смотрите, вы говорите, вот, у меня образ роковой красотки, да, для чего вам этот образ, чтобы мужчину удержать? Хорошо. Хорошо. Чтобы мужчину удержать. Ладно, ладно. Но удержать мужчину для чего? Если вы берете образ этот роковой красотки, то вы скажете, вопрос, подходит ли ему этот образ, мужчине, я имею в виду, подходит ли ему этот образ? Нет. Потому это образ роковой красотки, он подходит далеко не для, ну, не для каждого. Кому-то подходит, а кому-то, вот, кому-то, к сожалению, нет. И надо это учитывать. Ну, стараться, по крайней мере, это учитывать, понимаете? Поэтому, чтобы, чтобы, значит, чтобы определить, как вам сближаться, нужно для начала понять, что это за человек перед вами. Что это за человек, какой это человек перед вами, там, какие у него желания, какие у него особенности, да, какие у него предпочтения и так далее. Насколько вы знаете его? Насколько вы человека понимаете? Насколько вы в человеке разбираетесь? Насколько вы отдаете себе счет в том, чего вы от него хотите и почему? Вот это вот все очень важно на самом деле. И я хотел бы, чтобы вы как бы на эти все вопросы для себя в первую очередь ответили, потому что боюсь по-другому вам будет очень тяжело. Вы говорите, я боюсь его разочаровать. Соответственно, что получается, если вы боитесь его разочаровать? И если вы говорите, что боитесь его разочаровать, то получается, что вы вроде как не вы, когда с ним находитесь. То есть вы как бы не являетесь той, кем вы являетесь на самом деле. То есть вы являетесь, ну там, кем-то другим, вот. Соответственно, вопрос, почему вы принимаете неврактическое положение? Почему вы стараетесь быть тем, кем вы не являетесь? Почему вы стараетесь им быть? С чем это связано? Тоже очень-очень важный вопрос. Что будет, если вы его разочаруете? Во-первых, почему вы должны его разочаровать? Обязательно. И что будет, если вы его разочаруете? Что, по вашему мнению, случится, ну вот тогда? Почему вы этого боитесь? Понимаете ли вы, например, что нельзя находиться в отношениях, да, и при этом бояться? Нельзя находиться в отношениях и при этом испытывать страх. Вот. И, собственно говоря, понимаете, сблизяться, опять же, чтобы говорить на тему сблизения, нужно не только знать, сколько вы встречаетесь с этим мужчиной, но также нужно еще и знать, что вы хотите вообще от него сами, что вы хотите от него. То есть, как он должен вести себя по вашему мнению? Что он должен делать по вашему мнению? Какого мужчину вы хотите рядом с собой видеть? Что вы готовы вкладывать в отношения и как? Знаете, из своего образа роковой красотки, как вы говорите, вам нужно выходить. Образ роковой красотки – это хорошо на этапах начальных. А потом нужно переходить в образ спутницы жизни, а спутница жизни – это та, кто разделяет интересы, взгляды и цели мужчины. Соответственно, нужно анализировать, насколько у вас цели и взгляды совпадают, насколько совпадает то, чего вы хотите. Нужно четко понимать, где вред вам, где позитив вам, а где негатив вам. Нужно, чтобы вы это для себя так же определяли, нужно, чтобы вы это так же для себя могли сказать. Чтобы вы отдавали себе отсчет в том, когда что-то вам во вред и когда что-то вам на пользу. Это тоже очень важно. А личностные границы. То есть, насколько у вас личностные границы есть и развиты. Насколько у него личностные границы есть и развиты. Это тоже очень важный момент, потому что без этого момента нельзя говорить о том, где вы, а где он. Вот. Готовы ли вы оставить свои интересы, защищать свои интересы и прочее. То есть, вот эти вот все аспекты, вот эти все аспекты, их нужно с вами разбирать, понимаете. Вот. Вам универсальных советов, к сожалению, дать нельзя. Можно проработать ваши страхи, например. То есть, почему, например, вы боитесь сегодняшнего страха, что для вас такого страшного будет. Почему вы боитесь, например, грубо говоря, остаться одной, да? Вот. Можно проработать эти страхи. Можно проработать ваш образ женского поведения, то есть модель женского поведения. И подумать, ту ли модель женского поведения вы выбрали, подходит ли она вам и так далее. И, как бы, модель женского поведения – это не раковая красотка, это образ. Образ – это не модель поведения, чтобы вы понимали. Вот. То есть, вот эти моменты можно с вами разобрать. А если говорить именно о том, что, вот, если говорить именно о том, как и что вам делать, то здесь я боюсь, что отстаковать, что нужно разбираться более детально. Потому что без знания мужчины, без его психологического портрета, без понимания того, чего и как вы хотите, что и как вообще вам нужно, без этого понимания я боюсь вам отношения с мужчиной вообще никак не построить. То есть, ваш вопрос, он слишком маленький, он слишком малой информации в нем для такого сильного запроса, для такого мощного запроса. То есть, здесь, как бы, серия консультаций с вами. Вот. То есть, например, первое ли у вас – это отношения? Почему вы не умеете строить длительные отношения? То есть, соответственно, был ли у вас опыт? Если был, то какой? Если нет, то почему? А если вы хотите строить длительные отношения, то зачем вам эти длительные отношения? Понимаете, это тоже довольно важный момент. Понимаете, то есть сначала я рекомендую вам определиться со своими приоритетами. Во-вторых, подумать, чего вы хотите вообще, то есть что вам нужно, что вы желаете и так далее. В-третьих, подумать над тем, что вы можете из этого реализовать. То есть я имею ввиду, что вы можете реализовать из того, что хотите, да, и как это лучше сделать. Тоже важный момент, я надеюсь, что вы не будете с этим спорить. Вот. Значит, соответственно, думаю, что, наверное, так можно ответить вам на ваш вопрос. Это, честно, стоит что-то добавить. Не знаю, потому что, ну, действительно, очень мало информации. Это не какой-то такой запрос, да. Вот, это сближение, это всегда, знаете, поиск чего-то общего. Сближение – это поиск общего. Это поиск того, что принадлежит между вами. И это зависит от того, сколько времени вы в отношениях. Это зависит от того, какой другой человек. Подсказать вам, как себя вести, не зная вас и не зная человека, с которым вы общаетесь, не зная, сколько времени вы общаетесь, и какой это человек. Подсказать вам, по сути, как сблизяться с ним, можно только в самых общих чертах. И самые общие черты я, в принципе, сказал. Это ваши цели, это приемлемая форма донесения ему своих целей. Это, значит, определение своего поведения, определение своих, значит, поведенческих моделей. И это поиск того, что вас объединяет. А также освобождение, классика, страху. Потому что пока вы боитесь человека разочаровать, пока вообще хоть чего-то боитесь. В отношениях, пока вы боитесь, вы не свободны. Соответственно, пока вы не свободны, вы не сможете освобождение человеком построить, ну, просто никак. Просто потому, что вы не свободны. Просто потому, что ваше, как бы, ваше, его значение для вас, оно явно больше, чем ваше значение для него. Чтобы отношения были равноправными, и чтобы люди сближались, нужно, чтобы все-таки значение было одинаковым. Вот. Опять же, важно, насколько вы с ним близки сейчас. То есть, прикасаетесь ли вы к нему, обнимаете ли вы его, целуете ли вы его, был ли у вас сын секс, например. И так далее. На какие темы вы с ним разговаривали. Какие темы обсуждали, а какие темы не обсуждали. То есть, вот эти все вопросы, их нужно определить. И на эти все вопросы нужно ответить, понимаете. Эти все вопросы, их нужно разобрать. И тогда будет понятно, куда и как, в какую сторону вам двигаться. Может быть, вам в отношениях-то находиться пока не стоит. Может, вам нужно свои собственные страхи пока прорабатывать только. И только потом уже находиться в отношениях. Может быть, в том психологическом состоянии, в котором вы сейчас находитесь, вам не построить отношения. Ни одни. Тоже ведь это неизвестно, понимаете. Слишком большое количество переменных, переменных здесь. Но без обозначения своей собственной модели женского поведения в целом, без обозначения своей позиции в отношениях, без обозначения модели мужского поведения и повиски мужчины в отношениях, без определения того, что вы мужчине можете дать, и что мужчина вам может дать, что вы мужчине реально даете, и что мужчина вам реально дает, и что вы хотите дать мужчине, и что вы хотите от мужчины получать, и почему. Без вот этих вопросов у вас точно сблизиться с ним никак не получится. То есть существует два аспекта, две сферы. Первая сфера – это, собственно говоря, сфера духовная, то есть это сфера общения, сфера психологического контакта и так далее. И вторая сфера – это сфера деятельности, по сути, это невербальное взаимодействие между вами. Вот, это какие-то совместные действия, совместный быт, совместное времяпровождение и прочее, прочее, прочее. Вот. И, соответственно, возникает вопрос сразу, почему мужчина вам ничего не предлагает, да? Почему он не предлагает вам, например, видеться чаще? Не перегнули ли вы со своим образом, вот этим вот образом, роковой женщин, например? Не перегнули ли вы с этим образом? Тоже это очень, это все вот нужно выяснять. Ну, на этом все. Надеюсь, что ориентиры я вам задал, для того, чтобы вы сами куда-то стремились, но вообще, по-хорошему-хорошему, вам нужно все-таки консультироваться лично, чтобы прийти к какому-то реальному результату. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...